Всем привет, добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшняя рубрика с подругой Ванной. Я вам представляю мою прекрасную Яну. Это моя подружка. Мы познакомились в Сиднее года три назад. Я вообще сразу в Яну влюбилась. Она прекрасный человек, очень добрый. Такой, знаете, широкой души. И вот такой прям настоящий друг. То есть на нее можно положиться. Но у меня все такие друзья. Я не буду дружить, если мне человек как-то не близок и духовно, и вообще. Да, ведь? Да, ведь. Яна замечательная мама двоих прекрасных детей. У нас дети дружат. Мы дружим с семьями. Также Яна пианист. Также Яна занимается вокалом. Если бы вы слышали, как она поет песни Эмми Майнхаус, у меня все время мурашки. Она очень-очень-очень скромная. И сегодня Яна нам покажет, мы уже тут разложили так все красиво, свой уход, свою косметику, которую она любит, да? И, конечно же, духи. Давай, Яночка, покажи нам свой уход. Начнем, наверное, сначала. Начнем, наверное, какая у тебя тип кожи. Тип кожи у меня, к сожалению, сложная. Поэтому я использую косметику с активными ингредиентами. Аптечную? Аптечную. Салонную, да. Не даже не аптечную, а вот именно с профессиональную салонную, какую мне рекомендует мой косметолог. Вот. Так что начинаем сначала с умывалки. У меня фирма Косметикс. Да. Престанет, да, вот так. Вот так вот, Елена, накажу. Вот такая фирма. Это американская фирма. Вот мне как вот ее посоветовали, и я вот уже лет 10 точно ей пользуюсь. Очень нравится. Легкая. Ну, опять же, подходит для моей кожи для проблем. Не знаю, как насчет других. Угу. Значит, умываемся. Потом у нас идет тоник этой же фирмы. Угу. Такой, как ты спрей. Спрей. Да, я или на себя шипаю, спрею, или на пальцы, или на лицо. Угу. Потом, значит, у нас идет что? Дневной крем. Я использую фирму Ультра Сютикус. Ультра Сютикус. По-моему, она у нас представлена, эта фирма. По-моему, в России она тоже, да, она есть. Я видела ее. И, значит, у нас солнцезащита 50+, SPF. И я видела, я на сегодня его наносила, перед тем, как мы снимали видео. Потрясающий. Очень легкий крем, очень легко он впитывается. И прям кожа сразу. Он имеет матовый эффект. Еще на нем написано, что вот он нежирный. Класс. Класс. Так что такой вот крем. И иногда я использую фирму тоже Реджубас. Австралийская тоже, опять же, вот мой косметолог посоветует, посоветует. Это крем без SPF, но он ультралайт. Он очень легкий. Увлажняющий. Увлажняющий. И сверху него я вот мажу такой вот SPF тоже этой же фирмой. Ты всегда делаешь SPF? Всегда. Всегда SPF? Ну, с утра. С утра. Обязательно. Потому что, ну, в нашем возрасте это обязательно. И в возрасте... Ну, вообще, говорят, чем раньше начинать, это тем лучше. А ночь? Ночью, ночь. Ночь у меня тоже умываюсь. Тоник. Тоник, да. Тоник. И у меня вот этот вот крем, по-моему, из Швейцарии. Лапрари. Лапрари. Вот. Называется... Ты как-то сначала его не оценила? Да, сначала, когда... Это был подарок. Я... Это с икрой, по-моему. Да, называется Skin Caviar. То есть, там, да, добавляется какая-то вот икра. Он такой прям жирный. И он... Запах такой у него очень резкий. Может быть... Ну, кому-то я читала отзывы, кому-то нравится. Кого-то не напрягается. Ну, он такой, да. И я вот когда нанесла на кожу, он прям даже вот пощипывает немножко. Такой хороший, жирненький. Да, жирненький крем. И как-то вот он мне сначала показался тяжеловатым, что я летом, может быть, начала им пользоваться. Я как-то его так в сторонку отложила. И забыла про него. Но потом Олечка у меня заметила. Я говорю, что у тебя такое золото пропадает, что что же ты им не пользуешься? Говорю, ну... Достала его зимой. И совсем другое дело. Очень прямо бархатная кожа после него. Утром просыпаешься и... Утром просыпаешься невеста, королева, принцесса. Всё, понятно. Вот. Это ночное меня. И я вот его меняю иногда вот опять же с этим моим рычагом. Ну, как по настроению. Очень сухая кожа. Хочется потяжелее крема. И ночью ты мне еще говорила, очень хорошая Origins маска. А, да. Вот эта вот Origins маска. В ней можно спать. Это опять же из нашего магазина. А Origins тоже продаются в России. Многие про них говорят. Хорошие у них компоненты. Ну, вот его, да, этот крем. Он как крем. Значит, накладываешь... Накладываешь? Ну, да. Намазываешь. Намазываешь всё. И в нём спишь. Под глаза нет. И overnight mask. И прямо кожа, она прямо всё впитывает. Прямо как вот... Правда, как напиток написано. Dreaming. И замечательно. Очень нравится. Так быстро, легко, легко. Глаза. Глаза, да. Глаза у нас крем Skin Medica. По-моему, тоже довольно распространённый бренд. Вот я начинаю, Янушка. Ну, вот. Где он сделан? На коробке на кассе. Ты его тоже купила в салоне? Да. Вот это всё вот моя вот девочка мне рекомендует. TNS I Repair. Хороший. Тоже несколько лет уже пользуюсь. То есть, если что тебе подходит... Ой, он такой... Такая консистенция у него. Такая приятная. Он лёгкий. А утром или вечером можно? Угу. И давай хит. Хит. Разглаживание. Хит разглаживание. Так, сейчас мы покопаемся. Так, ну, конечно же, у нас хит. Это шантекаль. Ну, не знаю, хит не хит, но ты говорила, что тебе очень понравилось. Не очень отцвечено. Попробуем ещё раз. Видно? Не видно. Видно, видно. Анти-эйдж биолифтинг маск. То есть, это, ну, борется с возрастом. С возрастом, да. И разглаживает лицо. Разглаживает. То есть, наносишь, опять же, можно с ним спать. Ты наносишь его на кожу и прям вот чувствуешь, да, прям вот там подтягивает вот. Ну, я у Яны пробовала. Это просто вот щёчки на верх. И у меня заметила вот под глазами хорошо вот как-то морщинки вот. Тоже разглаживаются. Да, разглаживаются. И хотя пользуется только сколько им может. Несколько недель. И так. Она даже маме сразу. И маме, и маме, да, сразу купила. Она в восторге от него тоже. Запах просто, понюхай, розочка, по-моему. Потому что ДК держат этим, держат, господи, они используют часто розы в своих. Да, очень просто. Ещё у них вот крем, я, следующая моя покупка будет, это вот ночной крем розовый, по-моему, как-то вот он называется. Ну, увлажняющий крем. ДК, если как бы анти-эйдж эффект, то достойная марка. Очень, очень, я очень рекомендую. И Тача. Ну, и Тача, да, Тача у меня спрей увлажняющий. Мист, мист. Ну, это так вот. Ну, его можно как-то тоник, по-моему, да? Пшик-пшик-пшик. Как тоник, так легко, так и прямо и полетела. Ты Ким Кардашьян, то есть у Ким Кардашьян. А, да? Да, ты такой Ким Кардашьян. Я не знаю, это комплимент ли этому продукту или нет. Но кожа Ким Кардашьяна хорошая. Нет, хорошая. Хорошая, Рич, хорошая. Хорошая штука, хороший Аким. И Тельца у тебя там. Ну, Тельца, да, у меня это перед сном. Люблю Кларенс. Мой с Чарич Годи Лоша, вторая бутылочка моя. И запах идеальный. Мой мужчина без ума от этого запаха. Я без ума от этого запаха. И очень, опять же, хорошо все впитывается. И просто супер крем. Классное тело. И поэтому я, опять же, выбрала такую марку, как бы немножко подороже, небюджетную. Кристофер Робин. Это вот мой шампунь. Кристоф Робин. Кристоф Робин. Кростый Кристофер Робин. И он реально такой поднимает, вспенивает и с розой. Он прям запах розовый. Да, чуть у меня вот розовый почему-то вот. Слушай, ну, роза это... После этого шампуня, иногда его чередуют с этим шампунем. Это тоже самое. Показывала, да? Я показывала, я говорила, это... Шампунь-маска с этим, с грязью, с глиной. С глиной, тоже с экстрактом розы. Но она немножечко подсушивает девочке волосы. Вот мы даже с Яной заметили. Ее дает очень хороший объем. Но объем шикарный. После нее точно вот три дня можно голову не мыть спокойно. Она не грязнится. Это важно. И поскольку я крашу свои волосы блондинку, у меня обязательно... Это must have. Это вот эта вот маска серебряная, которая убирает желтизну из волос. И также это как питательная маска. Она называется Baby Blonde. А, да, Baby Blonde. Я забыла сказать. Baby Blonde. Опять же, все эти продукты мне рекламируют и советуют мой стилист. И которая как раз работает с Кристофом. Она амбасса для Кристофа. Да, Кристоф Робот. Ну, знаешь, да, в Австралии как всегда все доходит. Да, у нас очень позже. И поэтому, к сожалению, не иду. Ну, доходит. И вот последнее хотела показать. Это когда вот я все помою волосы, маски, бальзамчики. И вот пшикую волосы вот таким вот спреем, опять же, для объема. Для объема, тоже с розочкой. Да, наношу на корни волосы и так феном так чуть-чуть. Ой, а вот я пшикую? Тоже розочка. Тоже розочка. Его можно или так, да, так вот волосы помять, расставить или феном. А, пахнет. Очень приятно. Как вот у меня розовая водичка такая. Да, как розовая вода. Очень хорошо. А все. Ну, раз мы говорим про волосы, последнее, что мы говорили про Ким Кардашьян. Вот я была последний раз в Сифоре, и мне порекомендовали вот такой вот спрей. Как это произносить? Юай. Тут про Си говорят тоже очень это популярно. Да. Wave Spray. Подошла девочка, сказала, что это любимый продукт Ким Кардашьян. Кимусик. В тренде. Значит, тоже пшикаешь на волосы. Это если ты хочешь, чтобы у тебя волосы стали таким волнистым, не блеск. Да, и не выпрямлялись, а вот без фена. Я вот просто так вот жму-жму-жму. А, ну делает там волну. Да, делает волну и держит как-то вот такую текстуру, что ли, вот такую делает. Я люблю иногда вот месси-лук, как это называется. Да, слушайте, как только встала с громадиной. Ну да, такая спала на сеновале. Ну да, да, да. Вот такой романтичный. И вот очень супер вообще, очень нравится. Вот я его сейчас тестирую последний месяц. Просто супер. Пойду обратно, куплю большую банку. Окей, окей. Так, ну все, вроде с волосами закончили. С волосами пока. Теперь... А вот это вот показатель тела. Давай. Раз мы уже говорили про команду. Это, да, золото надо показывать. Золото там Форда, стали в блэнк. Тоже. Ну, это как бы... Я купила себе подарок на день рождения, да, мне в паучерах на дариле, мне повезло. И, конечно, такое, да, лакшери. Пшикаешь тоже на ладошки, размазываешь. И вот он дает такой приятный вот... Золото, золото, золото. Вот я сейчас была в Таиланде недавно, и вот... Просто там это было идеально. Сарафанчик, купальник, намазалось золотом. Мужчине понравилось. Пошла пить коктейли пинаколады, мужчине. А запах как тебе? Потому что сарафан... Потому что очень... Кокосик, что-то связано с кокосом, с цветочками. Отдых, да, пальмы. Один из самых популярных ароматов у Том Форда. Да, очень супер, мне понравилось. Класс, класс. Ну что, теперь лицо. У Яны всегда очень такой хороший макияж. Мне нравится, как она... Ну, у нее всегда кожа выглядит очень ухоженная. Поэтому я... Спасибо. Ну, на самом деле, я... Каждый день мало макияжа. Как бы только у нас тональный пудра. Ну, там мы сейчас с Яной красились. Перед тем, как снимать видео, решили, что мы так вообще никогда не красились. Никогда я так не красились. Ну, может, только если вечером, на выход, да? Да, по-на-нибудь. Ну, вот, когда мы ездили на ваш день рождения, например, на выход, да, мы там, конечно, да. А так у нас, да, такая пудра, румяна, хайлайтер. Хайлайтер у нас. Ну, начнем тогда сейчас показывать. Давай, давай. Значит, праймер, наверное. Праймер. Праймер. Эффект с блеском. То есть, он добавлен на него тоже золото. И у меня такой белый, а у Яны такой вот, который я хочу после белого купить. Это цвет Априкот Глоу. Он такой бежевый, да? Да. Очень красивый. Бежевый. Вот именно вот Априкосовый, да, такой. Очень приятный. Такой легкий, нежирный. И вот уже вторая бутылка. Вторая бутылка я просто съедаю. Очень пожар. Вот, очень. Это на каждый день. Иногда сейчас у нас зима немножко сушит кожу, воздух. Я сейчас пользуюсь Мека Косметика Плампинг Балм. Вот. Это мне дали подарок. Вот это наша Мека Косметика. Она очень такая хорошая. Парахнет. Очень вкусная. Очень такой бархатный. Более, ну, сказал, жирненький, что ли. Так вот он. И вот мне вот сейчас вот он очень хорошо идет. Вот. Потом, значит, у меня Джейн Айрдейл. Это вот у Ньюхит. И сколько раз я спрашиваю, Яна, что на тебе? Какой там шарик? Какой тон? Всегда этот. Да. Вот я тоже, опять же, лет 10 минимум. Пользуюсь им. Я тоже тогда говорю. И легкий. Там вот он с такими вот шариками. И, видимо, вот это вот, я так поняла, гель. Гель как увлажняющая. Поэтому, когда вот выжимаешь, вот этот гель, шарик. И все прямо так легко, прям пальчиками. Минерал. Ликвид, минерал. Ликвид, да. Это значит, косметика вся минеральная, да? Да, да, да. Минерал. Поэтому кожа дышит. Для моей проблемной кожи, когда поры не забивает. Не забивает поры. Классно, классно. И смывается легко. Не надо там специально мне это отмывать. И лицо прям сияет, вот как мы любим этот сияющий эффект. Сияющий эффект есть, да. И сверху я, значит, это все закрепляю. Где эта пудра? Пудра, по-моему, вот тут. Тоже G&RD. Просто такая вот пудра компактная. Компактная. Но вот эта пудра, тоже минеральная. Ей можно даже без тональной. Да, вот хотела сказать, что тональные, в принципе, не каждый день у меня. Даже больше, если вечером у кого-то выйти. А вот так просто праймер, пудра и идеальный кавридж. Классно. Ну, покрытие шикарное. Покрытие шикарное. Все закрывает, закрывает. И этот, покажи нам свой. Консилер. А, да. Консилер я реально тоже научила. Я вот пойду покупать его. Бенефит фирма. Бенефит это вот у них полный звездный продукт. Вот этот вот консилер. Вот, да. Бенефит. Называется Brightening. То есть он подсветку дает, да. Все так пальцем под глаза. Ну, я видела на сегодня чек-чек-чек. И прям реально такое сияние. И очень приятно этот розовый подтон. И он убирает все синяки под глазами. И даже прыщики могу замазать. Идеально. Вообще, тоже вот, может быть, ну, банка третья. Так, что у нас дальше идет? Бронзер, бронзер. Опять возвращаемся к Том Форду. Естественно. Лучше бронзер. Ну, вы, наверное, знакомы с этим, что Оля показывала свой бронзер? Ну, я свой показывала, но я в маленьком показывала. Она мне звонит и говорит, Оля, что у тебя за бронза? Я говорю, ну, как, Том Форд, Тен. Ага, пойду куплю. И показывает мне, говорит, штуку, шайбу. А я не знала, что маленький. Я говорю, я-то маленький купила. Она говорит, а то есть маленький, правда. Я как-то сразу так большую. Ну, на самом деле, мой маленький закончился. Я вот буду показывать в пустых баночках смело. Если вы еще думаете, берите большую. У меня он очень такой, цвет у него легкий. Немножечко, может быть, дольше надо носить, потому что, как бы, медленнее, да? Но с ним вы не сделаете ошибки. Ну, да. Потому что если бы он был более темный, вы подумали, было бы очень тяжело бы его разобрать. А это такой он прям под любой, вообще, тип кожи, под любой цвет. Наверное, слишком темненьким он будет посветлее, но он блондинка, белоколый, идеально, очень подходит. Ну, тогда перейдем на хайлайтер. Это же тоже хайлайтер и маст. Маст хеф, это... То есть, значит, переходим на а в глаз, да. А в глаз? Вот такой вот он светленький. А ты, вы, наверное, его знаете, я его тоже показываю. Euphoric, Euphoric Stroke Light. Euphoric Stroke Light. Его можно, честно говоря, и на все лицо разносить, как пудра, ну, очень так, тонко. Чуть-чуть, да, все-таки он блестит так, хорошо блестит. Он блестит, конечно. Я его использую вот на каждый день. Вот сейчас, Яна, ты снимала. Да, вот чуть-чуть так здесь. Покажи вам поближе. Очень классно. На нос, на брови, так, чуть-чуть. Идеально вообще. Вот он освежает любое лицо. Да. Не надо... Не, эффект, знаете, вы устали, там, что-то это чик-чик, вы сразу пум, как лапочка засветились. Можно идти покорять мир. И что, значит, можно тогда показать нам наши румяну? Покажи румяну, да. Тоже Аглаз. Тоже Аглаз из этой же серии, вот такие вот розовенькие. Они как-то с кремом, да, намешали? Да. Но оно потом, когда вы выбираете продукт, это все перемешивается. Люминус Флаж. Ну, тоже вот этот вот Эмбиент, это вот из их линейки. Ну, это у них постоянная линейка. Я не знаю, представлена ли эта марка в России, но если вы ищете такие... А где она сделана по-американски? Американские. Да, американские. Так что, вот, значит, шутки. Ну, тенюшки. Тенюшки у нас, опять же, тоже был подарок от девочек. Стила. Стила, это мой хит, по-моему, вот эта палетка. Универсальные такие тени. Ну, я в основном пользуюсь на вечер, конечно, днем, ночь, нетко. Ну, мне нравится, что вот они с блеском. Так, матовые, блестящие. Матовые, можно смешать. Как красиво делаешь. Я видела, я делаю, как делаю, это очень красиво. Стила. Ну, вот я недавно приобрела себе на каждый день такие вот... Вот ты сейчас. Я сейчас, да, вот, не знаю, видно. Чуть-чуть так, да? Ловила такие вот сиреневые тени. Лаванда. 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 Приятный цвет. У меня зеленые глаза, поэтому подчеркивает мой зеленый цвет глаз, можно так сказать. Единственное, что я когда-то попробовала их надеть. Машут. Так, ну, брови можно еще показать. Это тоже бенефит. Фит. Это тоже, наверное, знаю девочки. Такая вот хит. Я не пользуюсь кандашом. Вот мне нравится, что он как тушь. Да, взял, накрасил и пошел. А цвет какой у тебя? Цвет номер четыре. Не знаю, мне подобрали. У меня девочек-владинок четыре. Четыре. Да. Помады. Так, ну помады, опять же, яркие, редко использованы. Помады много уязвлены. Да, много. Мы выбрали самые такие. Вот сейчас у меня Hourglass Edition называется. Такая вот ярко-розовая. Они считаются у них стойкие, но на самом деле они не очень стойкие. Она матовая. И сушит лубы. Чуть-чуть, так чувствую, что немножко вот да, есть сухость. Но мне нравится цвет, шикарный. Но не до такого сухости, как у этих Lime Crime. Нет, да, Lime Crime вообще там съедает просто грамушку губы. Ну, по сравнению, допустим, вот Baitery, вот это вот будет абсолютно противоположность. Да, она такая железная, ухаживает прям за вами. Вот такой прямо нюд, он темненький такой розовый нюд. И называется, значит, Day to Day номер 9. Ну, видно, наверное. У Baitery вот эта линейка очень хорошая. Вот это просто вот вообще, это как лекарство для губ. Я мажу, как вот, как это, липам. Как бальзамчик. Бальзам, да. Но с цветом, и вот прям она приятная. Очень. Я потеряла свою такую помаду. Еще у нас с тобой они достали другие мои сумочки в гады. У нее еще другие помады, мы же не побежим за что-то лучше. Шантекаль. Шантекаль в темно-серых... В темно-серой такая у нее, да. Да. Цвет темно-серый. И очень похоже тоже вот на Baitery. Да, она такая влажненькая. И цвета такие все у меня обычно нежно-розовые. Ньют, 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 шоу, да. Да, да. Так что... Ну и японскую я забыла достать. Ну. Японская шуэмура. Шуэмура, как моя шуэмура. Мы пришли и купили одинаково. Да. Потому что товарищам очень часто мне рекомендуют косметику. Она говорит, а что это такое? Да, что это... А мне по-другому совсем она вот цвета. По-другому тоже хорошо. Очень классно. Да. Да. А сейчас, наверное, одно из самых интересных. Что это? Ароматы, духи, туалетные воды. Я когда с Яной познакомилась, я не знаю, ты так увлекалась? Нет, не увлекалась. Ты меня заразила, будешь сказать. Я заразитель. Вирус. Ну, было там у меня 2-3-4 бутылочки от силы. У тебя были вот эти? Да. Ну, это мои такие на каждый день. Дейзи. Ман Джейкобс. Цветочные. Цветочные пыльца. Цветочные пыльцы. Приятные. Но потом я заразилась духами и пошло-поехало. Пошло-поехало. То есть у меня сейчас, наверное, мои любимые покажут. Давайте я вот так вот поверну камеру. Сейчас у меня... Девочки, я не буду поворачивать, потому что это... Ну, я буду так. Джулиет Хазаган. Это твои любимые. Сейчас это вот мои любимые. Ну, ты должна вот... Помоги мне. Ну, это МММ. Это Джулиет Хазаган МММ. Там и ванила, и... Мне оно, знаешь, чем пахнет? Вот оно ванильное пахнет, да. И мне оно пахнет чем-то таким вот прям съедобным. Малиной. Какими-то десертами, такими, ну, роскошными десертами. Пирожками, да. Такими во французском стиле. Вот прям вот роскошь такая. Мария Антуанетта так пахнет для меня. Обожаю. Они такие красивые, нежные, такие на свидание. И очень хороший шлейф. Очень. Стойкие. Вот как комплиментарные, да? Комплиментарные. Вот. Все про них мне все время делают... Комплименты. Комплименты, да. И... Я знаю, молодой человек, австралиец. И он очень такой... У него хороший нос. Что это все вообще... Да, он все называет. Я как лиса. Он, да, хитрый лис. Ну, не хитрый, а он не хитрый. Ну, да. Он очень... Ну, вот он от меня все время спрашивает. И от Яны. И вот это вот. Да, это очень. И вот вторые вот... Ну, нет, даже номер один. Это Валентина. Номер один это у него. Это вообще... Тащица. Ну, она интересная. Женственная. Это было первое свидание с этими духами. И очень приятная с ним ассоциация. И вообще... Просто... Любишь их. Обожаю. Зимой они там, типа... Зимой... Вообще. Вот они круглый год. Так же, как МММ. МММ. Отлично. Все супер женственные. Приятные. Какие вот у меня еще... Вот, ну, сейчас это хит. Джульетт Хазган. Леди Вэдженс. Но они такие более зимние для меня. Зимние. Потому что летом у него выходит какой-то одеколон немножко. Летом это... Ну, тяжеловатые как-то вот они у меня летом. Сейчас идеально кожаная куртка. Ой. Просто секс. Да. Так, ну, покажу раз вы про мужчину говорили. Любимый аромат. Любимый это он мне подарил. Семьяки. Классика. Жанра. Классика жанра. Цветочный. Опять же, брала с собой в Таиланд. Обожает. Ну, я как бы, да. Хорошо. Приятные. Лайки. Ну, ты бы сама бы не купила такие. Нет, сама бы не купила. Мне уже хочется что-то более сложное, что-то интересное. Раз я уже такой эксперт. Да. А вот это вот последний подарочек от Олечки. Да. Цвета на день рождения. Вот это уже брала с собой на отдых. Очень красиво открывается в жаре. Очень так, ну, не знаю. Ярко. Ярко, сексуально, притягательно. И хочется вот прямо вот у них спать. А маме твои понравились? Маме очень понравились. И бутылка, оформление понравилось. Нет, такой вот такой очень красивый. Я тоже вот у меня это в сердце. Я обожаю. Обожаю. Аура. Ровер. Кто у нас еще мы им показали? Вот показают по провокатера. Покажи нам все же лютена. Показывай, все, показывай. У нас сейчас с тобой минуты три. Окей, провокатер. Это у нас агент. Ладжент. Это опять же тоже, меняйте духи зимние. Холод, шарф, кожаная куртка, боевые. Да, она на клуб. Она говорит, ой, это в клуб. Это в клуб, красная помада. Вот такая ассоциация. А какие еще можно зимние сейчас показать? Вот эти вот я очень люблю. Мак Велвет Тедди. Мой мужчина это называет как духи дровосека. Потому что ему напоминает очень стружку, дерево. Запах. Запах. Мне больше мед. А мы на муже тоже спросили. И он сказал, да, правда, пахнет стружкой. Может быть, мужчина вот дерево. Ну, ему нравится. Он сначала не мог понять, нравится или не нравится. Ну, хорошо. Хороший. Для мака. Для мака качество отсюда. Для мака качество отсюда. Вот. Ну, сегодня у меня что тут? Fleur d'orange. Fleur d'orange. Апельсинный цвет. Апельсинка. Больше для лета. Наверное, ну, может быть, и зима. Но он не очень стойкий. Кто-то, пожалуйста. Кто-то там взять, я говорю, шерги. И она потом говорит, мне не нравилась. Не сразу понравилась. Али говорит, церкви пахнет. Ладан, церковь, что-то такое. Ну, тяжеловатое. А потом как-то вот зимой полюбила. Может быть, опять же летом попробовала. Не знаю. Не нравился. Хороший. Ну, и еще любимки Монталь. Это сейчас мухалат. Мужской халат. Мужской халат. Мне пахнут какими-то тоже пироженками. Ну, да, очень так. Маринец. Мужчина мой говорит, что жвачка, баблгам. Тоже очень нравится. На холод, на лето. Супер. Такие прям игривые. Такие женственные. У меня был когда-то мухалат. Девчачьи. Прям, да. Я летом любила их носить. Вот эти. По чуть-чуть. Летом, да? Ну, там что-то больше. Зимой тут. Ну, это летом из Монталя. Роза-Лексир. Тоже почти. Когда ты родила. Помнишь? Ну, вот они вот. Почти пустая бутылка. Сразу прям очень много пользовалась. Сейчас немножко как-то они стоят у меня в сторонке. Но очень долго пользовалась. Монталь хорошая для начинающих парфюмоньяков. Ну, мне так кажется. Ну, вот Манго. Манго тоже похожая на Роза-Лексир. Тоже фруктики. Манго. Очень хорошо в нашу австралийскую жару, в лето. Вообще супер. У бассейна вот эти барбекю. Детки на велосипеде. Сапочка простой. Так. И... Ну, Ананду надо равно показать. Ананду это тоже мой любимый. Вот почти пустая бутылочка. Ничего себе, это сколько уже. Обожаю. Это первые духи, которые я приобрела. Да, вот по твоему совету. Ой, ну они просто... Я на любере их. Или я сама их куплю. Я такая, я возьму. Это была последняя бутылка. И я такая, нет. А когда мне сказала последняя, все, мои. Ну, да. Тоже сладенькие такие, нежненькие. На любую погоду. На свидание. В постели. Куда берем. Замуж. Замуж, невеста. Невеста, да. Ну, вроде я так все. Мил-мил, вот у тебя новинка. Давай, покажи. А, Мил-мил. Сейчас мы говоря, я еще мало. Потому что мужчине маму не понравились. Поэтому я немножко отложила в сторонку. Но ты вот... Я помню виши. Я помню. Они, во-первых, конечно, флакон потрясающий. Да, Мил-мил и зам. Просто прелесть. Ну, это вообще прелесть. А я их хотела себе купить в дьюти-фри. И не купила, что-то думаю. Ну, куплю потом. И смотрю, Яна купила. Яна, как тебе? Он говорит, так здорово вначале. А потом... Ну, вначале реально как будто ландыш, да? Дети-ландыш такой. Какой-то вот прям вот водянистый немножко. Может, чуть-чуть лилия какая-то. Ну, слегка. Тюльпанчик. Все вот такое, легкое. А потом вылезает какое-то сено. Ну, да. А потом как-то они... То есть это, наверное, шлейф, да? Назад еще них никакой. Ну, раскрытие какое-то у них. Ну, очень странное. Обманчивое. Я их нашла, когда покупала... Ну, подарок там кому-то искала. И мне дали понюхать. И мне, в принципе, понравилось. Да. Но сейчас как-то вот они в сторонке пока стоят. Ну, сразу вернусь к ним. Эффективно. Это тоже. А тока, я не знаю, придает светочный, сладкий запах тока. Тока. Это называется стела. Тоже опять наши мэки. Только в мэке, да, они? Тоже красивые. Тоже очень красивое оформление. Приятные такие вот резчики. Приятные такие вот резчики. Да, да. И, ну, на лето. Ну, они, по-моему, туалетная вода. А нет, это парфюм. Это парфюм. Выветривается очень быстро. Я помню, вот, ходила, все время была. Нужно было однажды. Однажды, да. Все? Ну, вроде все показали. Только как-то быстро, да? Вообще, как я и задумывала. Я, ну, говорит, она так волновалась. Естественно. Все так у нее хорошо получилось. Ты молодец. Девочки, спасибо, что вы нас посмотрели. Пишите, пишите свои вопросы, комментарии. Всего с удовольствием вас читаю. Будем читать вместе с Яночкой. Обязательно. А сейчас мы пойдем отдыхать. У меня сегодня первый выходной за долгое время. Пить шампанское. Будем пить шампанское. Развлекаться с детьми. Погуляем, может быть, от дома. Все, 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 всем пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока.